В эфире ОТС ежедневная программа Спортобзор в студии Кристина Лата. Здравствуйте! Начнем с биатлона на Кубке Анны Багалий. Прошла одна из самых необычных гонок. Юные спортсмены поменялись местами с тренерами и судьями, которые и вышли на старт. Оригинальная гонка уже не первый год входит в программу соревнований. Михаил Якимов расскажет подробнее. Видеть взрослых на стрельбище Новосибирского биатлонного комплекса удивительно. Ведь здесь проходит этап Кубка Анны Багалий. Одного из крупнейших детских турниров по биатлону в России. Однако юные спортсмены тоже здесь. Они следят за пристрелкой, оружием, лыжами и тем, как участники будут двигаться по трассе. Детям это очень нравится. Они понимают, в чем порой сложность именно у представителей, у тренеров. И с удовольствием принимают участие в баталиях каких-то спортивных, в принятии решения о штрафах. То есть полностью пытаются взять роль как судьи, так и тренеров на себя. Попробовать себя в новой роли многим интересно. У постоянных участников Кубка гонка организаторов и тренеров одно из самых любимых событий. Парни и девушки не стесняются брать на себя ответственность и решать важные задачи. Следить за трассой, смотреть, чтобы никто куда лишний не ушел. И если надо, перекрыть трассу, чтобы пошли в правильное направление. Любят гонку и тренеры с организаторами. Ведь это возможность окунуться в прошлое и вспомнить азарт соревнований, которые испытывали, когда были действующими спортсменами. Очень сильно волнуюсь. Я даже испытываю то же волнение, что испытывал всегда на гонках. Это чувство не передать ни с чем. Я чувствую себя сейчас полноценным спортсменом, участником этого значимого события. Вот у меня такое сейчас предстартовое волнение, которое испытывают дети. Участвует в гонке и главный организатор всего Кубка – Анна Богалей. Сперва участники соревнуются в стрельбе. Самым точным и быстрым оказывается Александр Климов – тренер команды Вологодской области. В финале он поразил все пять мишеней лишь немного быстрее, чем Анна Богалей. Затем старты в стафеты. В команде двое. Дистанция всего 400 метров. Бегут по очереди по два круга – со стрельбой стоя и лёжа. Команды формируют по жеребью перед стартом. Познакомились ровно год назад в Абзаково на такой же эстафете. Набагали в Абзаково. Вместе пробежали, выиграли. Сегодня вытащили карты. Опять в одной команде. Приятно было повторить этот сюжет. Ваши ребята вас поддерживали сегодня? Даже очень. В итоге подбадривали своего тренера спортсмены более привычным способом. Успешно справились и без физического воздействия. Я подгонял нашего тренера на подъеме. Мы не давали ему расслабляться. Мы давали ему новые силы. Второе дыхание ему открывали, чтобы он все-таки смог закончить годку и прийти первым. Эта гонка – праздник биатлона для всех участников. Победа не главное. Гораздо важнее, что тренеры и их воспитанники учатся лучше понимать друг друга и работать в команде. Последний матч регулярного чемпионата проведет в четверг, 23 марта, «Локомотив». Закрывать предварительный этап железнодорожники будут на домашней площадке. В соперниках у новосибирцев нефтяник из Оренбурга, который борется за плей-офф. «Локомотив» себе это место уже обеспечил. Команда напрямую выходит в четвертьфинал по итогам регулярного чемпионата. Такую привилегию получают первый квартет в турнирной таблице. «Железнодорожники» как раз четвертые. «Локомотив» ударно проводит концовку регулярки. Новосибирцы одержали 10 побед подряд. Надеемся, эту серию «Железнодорожники» продолжат и в матче с «Нефтяником». Кстати, в этот вечер на «Локомотив-арене» будет программа, посвященная десятилетию победы нашей команды в Лиге чемпионов. Болельщики смогут сфотографироваться с трофеем и медалью, посмотреть на выставку сувенирной продукции и поучаствовать в создании большого фотоколлажа. Заканчиваются регулярные чемпионаты в Суперлиге баскетбольной. Новосибирск проведет последние игры на выезде. В четверг, 23 марта, новосибирцы сыграют с фарм-клубом ЦСКА, а 26 числа – с молодежью «Зенита». В первом круге чемпионата новосибирцы победили эти команды на домашней площадке. Теперь осталось повторить успех на выезде. От результата матчей зависит положение Новосибирска в таблице и, соответственно, место перед стартом плей-офф. Сейчас наша команда ведет борьбу за пятую строчку, на которую также претендуют «Динамо» из Владивостока и Иркута. Футбольный клуб «Новосибирск» завершает подготовку к возобновлению сезона второй лиги. Сейчас команда на сборах в Москве. Там новосибирцы уже провели два контрольных матча из четырех. Запланированных первая игра против команды из Долгопрудного «Космос» завершилась в ничью 2-2. Голы в составе Новосибирска забили и Пенчелюзов, и Хайрулов. Распечатать ворота следующего соперника Балтики БФУ сибирькам не удалось. Поражение с минимальной разницей 0-1. Впереди еще два матча 25 и 26 марта. Первый официальный матч года Новосибирск проведет 2 апреля в Омске против местного Иртыша. Первая домашняя игра после рестарта первенства будет сыграна 9 апреля соперник Тюмень. На этом выпуск завершен. В студии работала Кристина Лата. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok